Решница за авторством Максим Кобир Сергей кончил и почти сразу же уснул Таня все еще ощущая внутри себя неудовлетворенная до конца пульсирования Села на кровати и спустила ноги на пол Холодный линолеум неприятно обжиг пасы и пятки Небольшой облезлой батареи не хватило, чтобы согреть Просторную залу Сталинки На чувствительной коже Тани выступили мурашки Рак Сергей окончательно отрезавил ее от слишком быстро закончившейся близости А далеко не комнатная температура воветрила алкоголь Зябко поезжаясь, она огляделась по сторонам Единственным источником света был фонарь с окном И его расплывшийся желток превращал в полнотую больничную палату без единого призрака уюта Вся мебель кровать до принесенной из кухни стул Причем кровать стоит не у стены, а в самом центре комнаты В детстве Таня ни за что бы не уснула на такой кровати Она всегда подбиралась к настенному ковру, чтобы во сне рука не свесилась с постели Туда, где до нее могут добраться существа Обитающие под кроватью И сейчас 23 года она вряд ли сможет заснуть здесь без 100 граммов Но водку они выпили, Сергей захрапел и теперь ей придется свыкаться с этой квартиркой Таня нащупала в темноте мужскую футболку и натянула на себя Поискала ногами тапочки ступня, врезалась стул, и он едва не перевернулся со всем, что на нем стояло Пустой бутылкой из-под хортицы, тарелкой с поржавевшими яблоками, банкой с недоеденной килькой Девушка успела подхватить накоренившуюся бутылку и по собственной реакции убедилась, что трезво И что же ей делать, трезвая, одинокая и замерзшая в этом доме? Сергей, конечно, соврал, что переехал сюда после смерти бабушки Он вообще не жил здесь, иначе как объяснить отсутствие гардероба с его одеждой, компьютером с телевизором И вообще половина вещей, необходимых нормальному человеку Таня догадалась, что с того дня, как бабушку вынесли отсюда ногами вперед Квартира пустует, а Сергей использует ей лишь для свидания с девушками Кровать для недолгого секса и стул, чтобы поставить на нем водку Вот еще надо, что еще надо живущему родителей 28-летним парнем С Сергеем она познакомилась на дискотеке полтора месяца назад Все, как обычно, танцы, коктейли, провожение домой Она не планировала продолжать с ним отношения, но случилось с ней предвиденное Прямо у ее подъезда все реже позвонили из дома и сообщили, что бабушка умерла Он не выглядел собой печально, но Таня решила перезвонить через несколько дней и узнать, как он С тех пор они встречались три раза в неделю В основном молча гуляли по улице Сергей не отличался разговорчивостью Когда похолодало, он пригласил ее к себе, то есть квартиру покойной бабки Несколько раз она пила с ним воду на этой квартире, а потом они захмелевшие занимались сексом Но всякий раз она уходила домой на ночь Сегодня решила остаться, а чем не медленно пожалела Станинка зловещая и при ненном свете в туском сиянии уличного фонаря внушала ей натуральный страх Решив, что уснуть все равно не удастся, Таня встала с кровати и извлекаясь под ствол тапчики Пальцы, откнувшись в облезлый мех на башне обуви, послали в мозг мысли, что в этих тапчиках, наверное, шар клопаленолем бабка Сергея Взгляд упал на бумажный квадратик, пришпиленный к голой стене Кто-то, вероятно, все та же отмучившаяся старушка, вырезал из газеты изображения Николая Четотворца Таня верила и в бога, и в мистику, хотя жила совершенно приземленной жизнью В которой дискотеки, слабоалкоголка, в перемешку с водкой и вот такие козлы, как Сережа, занимали больше места, чем мысли о религии Но на швейной фабрике вместе с ней работало много свидетелей и еговы И они рассказывали о благе Господнем и о том, что будет, если Господь отвернется от человека Судя по их словам, дьяволы и ночи, и днем ходят за грешниками, считают о грехе Щелкает огромные костяными щитами и приговаривает Ага, Танечка, выпила водочки, ага, отдалась от добра к Сереженьке Надела тапочки покойницы, и вот когда грехов наберется достаточно Тогда дьявол доберется до человека И Таня не знала, что будет, когда это произойдет Но точно знала, что Сережина Сталинка действует на нее удручающе И рождает в голове всякие придомые мысли В полумраке под взором черно-белого Николая Чудотворца Таня показалась самой себе грязной, перепачканной темно-желтым фонарным лаком Захотелось принять душ и смыть себя не только с нырной мыслью, но и слившись на складках живота спермы Сергея Она вышла в коридор, ванная находилась прямо по курсу Но до Нии была еще густая тьма, не разбавленная даже фонарьем Она бросила опасный взгляд на Сергея, и он подбадывающий хлюкнул во сне Сделав глубокий вдох, девушка пошла вперед, рассекая с собой неожиданно густой враг Шаг второй, третий Сейчас будет дверь в спальне и выключатель за ксеком Она потянула руку, чтобы нажать на кнопку раньше, чем ноги донесут ей до спальни Но пальцы скользили и поры хламовоем до спальни было еще далеко Таня ускорила шаг и хотелось вернуться, посмотреть на мирно спящую Сережу Убедиться, что никто не преследует ее Она не обернулась, боясь убедиться в обратном Дверь в ванной белела перед ней, но не приближалась Коридор тянулся бесконечной кишкой Таня автоматически сложила палец и перекрестилась Слева возникла дверь в спальню и девушка, облегченно скользнув внутрь, плацнула выключателем Из грязного плафона под потолком палился ровный свет Таня почему-то подумала, что религия электричества это то, что стоит на пути существ под кровать То, что мешает им выковыряться наружу и убить всех, кто есть в доме Спальня Сережиной бабушки была обжита не больше, чем зал Диван с матрасом и пустой сервант Вот и вся меблировка Из-под немытого стекла сервант осмотрела иконка С Иисусом, но не было ни фарфоровых тарелочек, ни деревянных шкатулок С полудрагоценными камнями и пластмассовыми бусами Ни вышитых скатертей, ни мраморных слоников Мало, мало, меньше Короче, ничего того, что должно быть в квартире среднестатистической бабушки Неужели все уже вынесли, выбросили, продали, подумала Таня, которая вообще хорошо относилась к пожилым людям И очень скучала по своей мерзии пять лет тому бабке Которая готовилась самые вкусные пироги на свете Вряд ли бабушка Сережа готовила им такие, учитывая состояние ее квартиры Оставив свет выключенным, девушка вернулась в коридор и в три шага достигла ванной Свет здесь был очень ярким, успокаивающим Запершись от внешних комнат, Таня будто бы совсем покинула Сталинка По крайней мере, на душе стало легко, и мысли пришли нормальные Про Сергея, про дальнейшие с ним отношения, ведь она до сих пор не знала, как он к ней относится С таких, как Сережи, все надо тянуть щипцами Про любовь, про брак, и в одном она была уверена Перед тем, как заселяться сюда, нужно купить мебель и пригласить священника В сне все реже на футбол, Путаня предельчиво рассмотрела себе в зеркале От выпитой водки щеки ее раскраснелись, губы прибухли от поцелуев Прическа каре растрепалась, послав отражение воздушный поцелуй Она включила душ и тщательно промыл ванну Здесь было чище, чем можно было бы представить Но она опасалась, что на чугунных стенках остались отпечатки палец Спокойно старухи Стоя под душем и натирая себя худощевым бруском земляничного мыла Таня тихонько пила под нос Я тебя лябя и кусаю в кровь, никаких следов на утро не отыщешь Вода согревала и расслабляла Казалось, уветрившись, хмель вернулся и закружил голову Дверь ванной ни с того ни с сего начала открываться, издавая при этом режущие ухо в скрип Недовольно поморщившись, Таня оторвалась от приятного занятия Спустила одну ногу на пол и потянулась к ручке Дверь к тому времени открылась наполовину И в проеме оказались коридоры и зола в конце Кровать стояла точно напротив ванной И Таня увидела спящую сережу А на его груди возвышалось что-то темное Она решила, что это подушка Но это что-то вдруг зашевелилось И челюсть девушки невольно заползла вниз Прямо на сереже сидело некое существо размером с Ротвейлера В влющемся из спальни свете было отчетливо видно, что оно вплотно прижало свою морду к лицу спящей в пальне А может быть и не спящего уже, душ звякнув, выпал из таниных рук Существо молниеносно повернуло голову и в полумраке вспыхнули два красных коляка глаз Будто ледяная глыба выросла в груди девушки Мешает дышать, кричать, думать Она просто смотрела на то, что смотрела на нее А потом на то, что спрыгнула с сережей и понеслась к ней со скоростью гончего пьеса Лишь когда существо пересекло половину коридора, Таня опомнилась и сама не своя От ужаса захлопнула дверь, потом пыталась задвинуть защелку, но пальцы ее не слушались Что-то тяжелое врезалась в деревянную панель с обратной стороны И она тоненько заверещала первый звук после сплетни спетой под душем песенки, который вырылся с ее губ Старая защелка никак не желала сдвигаться с места и резала пальцы По дверям ударили, а вернее прочертили, как громлями или как когтями Тане таки удалось повернуть защелку и дверь закрылась Понимая, что радоваться рано, она прыгнула в ванну и встала, прижавшись спиной к кафелю Не замечая, что горячая вода из души все еще хлещет по ее голени Все ее внимание занимала дверь Что это было, лихорачно соображала она в дом, забралась собака Но как квартира же на третьем этаже, может быть это какой-то розыгрыш Может быть все реже решил подушить надо мной Она заставила себя пошевелиться, выключила воду и прислушивалась В Старинке было тихо, ни лай собаки, ни хихика, ни шутника, ни сережа Только стук сердца и удар капель по чугуну Только нарастающий свист, негромкий, но настойчивый Поначалу почти ультразыковой, а теперь ясно ощутимый, близкий Волосы на голове Тани стали дымом, когда она поняла, что что-то происходит И происходит не в коридоре за запертыми дверями, а внутри, рядом с ней Она впечатала себя в стену и остекленняшими глазами смотрела в углу под раковин туда, откуда доносился свист Свист перешил в шипение, потом в неожиданность заставивши ее подскочить звук Пшшш, резко оборвавшийся и под раковиной появилось то самое существо Она возникла из ниоткуда, просто материализовалась в воздухе Только что там была лишь паутина и облупившаяся кафель А теперь сидела, сгубившись нечто раз точка в метр, покрытая с ног до головы серебристой шерстью И не успел Тани заорать, как существо вдруг заговорило Тише, внучка, тише, разбудишься реже, он тебя за дурную примет и разлюбит Дурных никто не любит Это было ни реча, ни вой, ни то, что, по идее, должен произносить метр, реализовавшийся посреди ночи незваный гость Обычный человеческий голос, причем женский, причем старческий Тут Таня заметила своими обезумевшими глазами, что гость гостев вовсе не покрыты шерстью Что это волосы, свисавшие с его и ее головы, и они не серебристые, а седые Существо откинуло назад длинные локоны, освободив лицо Перед Таней сидела обычная старуха, рада что крошечные и появившиеся совершенно ненормальный способ В облике старухи не было ничего жуткого, напротив, ее вид вызвал странное чувство жалости На ней ничего не было надето, и она волосами пыталась скрыть одряхлевшую наготу При метровом росте старуха не казалась или пута в том мысли, что тело ее было пропорциональным Обычным не считая дотловатых щек, не соответствующих общей ходове Кожа на ее руках и ногах была мокрая и розовая А вот лицо покрывал нездоровый серый румянец, словно женщина была сильно больна Таня наконец поняла, на кого похожи гости На пожилых алкоголичек, вот на кого Только те повыше, и если и появляются из ниоткуда, то исключительно в своих гречечных видениях Впрочем, говорила гости трезво Она Таню смотрела поросящими и светло-голубими, а не красными, как померещилась сначала глазами Вы кто? – шарашно спросила девушка Ты меня не боись, внучка, – пронесла бабушка, – не двигай с места Надень вон внукову футболку, а то холодно здесь Таня автоматически потянулась к футболке, быстро надела ее на себя, стараясь не опускать старуху из виду Внукову футболку повторила она про себя и все поняла Понимание это ее как-то ни странно успокоило Вы сережина бабушка? – спросила Она самая закивала старушка Вы привидение? – гости поглядел на свои руки, на спутанные волосы, пожал плечами Не знаю, кто я теперь, мне не сказали Вы живете здесь? – я не живу, – грустно ответила старуха Я нахожусь, уйти мне надо, а я не могу Таня переступила с ноги на ногу внутри ванной и с тревогой спросила Что вы сделаете реже? – ничего, – искренне удивилась старуха Я бы ему чего не сделала Он спит просто, можешь пойти убедиться Он единственное и заботился обо мне раньше Дочь на меня знать не желала, пьяни называла Стеснялась меня, а он – нет, нет, да и хлебушка принесет, молочка А то и чая к ушечку Сядем с ним, бывало, самогоночки вейпом и за жизнь говорить начнем Слушая ее, Таня поняла, почему квартира не похожа на обычные старушечки квартиры При жизни Сережина бабка была алкоголичкой И ей, видимо, было не до вышивания и слоников Страх окончательно покинул Таню, а его место заняла печаль Жалость к этой женщине с одотловатым лицом, которая сама разрушила себя Даже после смерти не смогла обрести покой, потому что не сказали, кто она и куда ей идти «Вы что, целовали спящего Сережу?» – спросила Таня И в груди вы не защемила от грусти «Не совсем», – вздохнул бабка «Я если расскажу, ты испугаешься, бросишь его» «А он тебя любит» «Он знаешь, как на тебя смотрит» «Я тоже его люблю» – выпалила Таня «Хотя никогда не задумывалась, любит она Сережа или нет» «Расскажите мне» Старуха опустила свои почти прозрачные глаза и виновата произнесла «Я ж внучка пила раньше немерено и теперь выпить хочу» «Душа горит, как хочу» «Страшнее адских мук, это понимаешь» «Я куплю, не сдаваясь» – воскнула Таня Купиш благодарно улыбнулась Старуха и добавилась какой-то тоской «Только чем же я пить ее буду, она же здесь покаянная, а я не здесь» Таня кивнула с ужасом, но не с тем, что возникает при виде неожиданных зомби А с тем, что пронзает вас, когда вы сталкиваетесь с опустившимся до самого дна человеком Брошенным никому не нужным «Простите», – затем сказала она «Ты прости, что я тебя напугала» «Я не хотела, чтобы ты увидела меня» «Завтра просто сорок дней, как меня нет, а никто и не помянет И Господь меня не заметит и не скажет, кто я теперь» «Мы вас помянем», – пообещала Таня искренне «И в церковь сходим, свечку за вас поставим» Старуха посмотрела, девушка полными боли и слез глазами «Иди», – прошептала она «Спи и ничего не бойся, завтра я куда-нибудь уйду, не знаю куда, но знаю, что именно завтра» Таня вылезла из ванны, подошла к несчастной Старухе, желая хоть как-то утешить ее «И сказала, все будет хорошо», – обещаю Она впервые обещала что-либо при виде не понимала, как глупо это звучит Но слова сами сорвались с ее губ «И хорошее», – произнесла Старуха, – «Надеюсь, все реже тебя не обидит» Сказав это, гостья стала таять в воздухе так же стремительно, как и появилась здесь Сперва зазвучало шипение, потом отихающий свист Перед тем, как окончательно пропасть, она попросила «Можешь убрать иконы со стен, а то от них жар еще сильнее» «Глядят на меня святые и видят, какая гречница больна» Таня неспеша покинула ванную, в Сталинке было тихо, только еле слышно похрапывал Сергей Коридор больше не казался ей мрачным, и она подумала, что нашла парни с неплохой жилплощадью Небольшой ремонт и квартира засияет Чувствуя себя как дома, она зашла в спальню, взяла с полки икону с Иисусом и подумав, засунула ее под матрас дивана Потом сходила на кухню и сняла со стены потемневшую иконку со Святой Троицей Спрятала ее за газовой печь и шаркой и бабушкиными тапочками вернула к Сереже Она уже легла в кровать, когда вдруг вспомнила про газетную вырезку с Николаем Чудотворцем Стала нашла в желтом фонарном свете вырезку и сорвала с булавки Поколебавшись, она скомкала бумажку в шарик и забросила под батарею Невольно улыбаясь, она устроилась рядом с Сергеем и ощутила плечом его теплую, ровно дышащую спину Все будет хорошо, подумал Танис Спай Каждый имеет право быть замеченным, чтобы он не делал своей жизни раньше Каждый имеет право на свечечку в церкви Она проснулась посреди ночи от чавкающих звуков Старуха сидела на Сергея и пожирала его лицо Голова парня была повернута в сторону и на ней все казалось желтым И текущая из глазницы густая масса и вырванные щека с оголившимися резцами И откушенные наполовину нос Старуха оторвалась от своего кровожадного занятия и посмотрела на Таню красными глазами Девушка даже не успела пошевелиться Лапа с четырьмя желтыми когтями, каждая размером с лезвие перочинного ножа, придавила ее к постели Другая лапа сдернула одеяло Таня пыталась крикнуть, но Старуха стиснула ей губы Шершавый когуть сколизнул между зубов и рассек язык Рот наполнился соленым устричным вкусом Обезумевшая Таня смотрела, как Старуха тянет свою клешню к ее животу Когти оставляли на коже глубокие порезы и постель стала набухать красным Внезапно лапа превратилась в ужасающее подобие душа Когти и пальцы сплились и приобрели металлический оттенок Из желтой плоти выплыл прикрытый стальной сеткой раструб Ибо сказано прорычала Старуха набитым утом Не верь бесам лукавым, не верь бесам просящим Не верь бесам плачущим, не верь бесам Притаявшимся в углу твоей спальни Смотрящим на тебя спящую, не верь бесам Из отверстия души вырвались сотни сверкающих игол И Таня почему-то подумала, что у нее не получится умереть так же быстро, как умер все реже В ушах снова и снова звучало непрожеванное Не верь, не верь, не верь Продолжение следует...